Йоу! Канал Гнусавый Летсплей приветствует своих зрителей и подписчиков. Меня зовут КТ2Г и это продолжение Фоллаута Нью-Вегаса. Фоллаут Нью-Вегас, если быть точнее, в прошлой серии была жара. Я понял одно, я с подрывниками, у меня с ними отношения не заладились, скажем так, по одной простой причине. И всему виной их дурацкие мины, на которых я подорвался и потерял ногу. Я потом замучился ее пришивать, но за эту ошибку пришлось пришить пару подрывников. Ну и с этого пошло-поехало. В итоге посмотрите, во что это все обернулось. Я вычищаю подрывников на их базе. Подчистую вычищаю. Я не знаю, попадутся ли они мне дальше по игре, либо нет в других локациях. Но тюрьма для них превратилась в склеп самый настоящий. Я поубивал кучу людей, кучу NPC по ходу дела, потому что многие были товарищи с уникальными именами. Ну типа там Джон, Смит, Терренс, Филипп и прочее, и прочее, и прочее. Я уверен, я потерял много квестов, но нефиг было ставить мины там, где не надо было. Вот и все. Вот смотрите, Хенниган лежит. Кто такой, что такой, уже не важно. Он история. Вот. Так, я еще обследовал не все здания в тюрьме. Так, оттуда я пришел. Здесь я все зачистил. Здесь администрация была. Здесь была куча, целая куча вагон и маленькая тележка телохранителей, которые меня чуть не пришили, на которых я потратил. Все свои стимуляторы, куча патронов. Потом я просто психанул и гранатометом всех порешал, потому что я могу. И у меня пуля в голове. Ох ты, супер стимулятор, забираем стимуляторы, забираем. Ребята, это не кража, это все мое по праву. Это моя тюрьма. Я здесь главный. Я здесь пахан. Все мое. Так, давайте зайдем на эту вышку еще, посмотрим, что здесь. И потом необходимо мне вот в это здание зайти еще. Я уверен, там я тоже найду людей. Ну, врагов. Бывших людей я там найду. Каждый человек, который там внутри, это потенциально бывший человек. Потенциальная история. Так, банки, банки. Пустая бутылка с под ядер колу. Нафиг она мне нужна? Шашлык из игуаны. Нафиг. Патроны. Мне нужны, потеряли карму. Ну, как я могу потерять карму, когда я беру свои вещи? Хватит, игра. Ты что делаешь? Ты плохая. Как-то птички прочирикали очень странно. Как будто лазер. Пиу-пиу-пиу-пиу было. Странные птички. Так, осталось последнее здание. Потом мне еще надо будет пробежаться по вышкам. Это, походу, какая-то столовая. Ох, ну что ж, сохранимся. Тюремный блок А. Давайте посмотрим, что у нас здесь ждет. Эй, товарищи! Это я. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, куда ты со своей заточкой против пистолета-пулемета, а? Что, друг, не ожидал? А это я. Так. Всем на пол! Ну, здесь нет никого. Ладно. Это была репетиция. 9-миллиметровый пистолет. Патроны, забираем гильзы, забираем динамит, кашеглаз. Все. Больше с тебя взять нечего. Открываем дверь. Так. Ящик с гранатами, а ску... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это круто. Ящик с броней. Заперто, средний черт. Броня охранника подрывников. Слабенько. Так, а это у нас что? Ящик с минами. Мины можно продать. Либо мины можно ставить. Они мне пригодятся, когда за мной будет бежать огромная толпа... Врагов. Я их быстренько поставлю. И буду таков. Интересно знать, а мину, которую я поставлю, я потом ее смогу снять? Или нет? Ну, то есть не снять, а забрать. Деактивировать. Ну что ж. Тут тоже все. Хотя еще один блок. Тюремный. От Кей до Зет. Сохранимся. Перезарядимся. Ну все, заходим. Так, тихо. Тихо. Меня не услышат. Блин, это моя тюрьма. Что я делаю? Спать, Картер! Ох ты, ты откуда взялся? Да ладно. Да ты что такой серьезный-то, а? Да я потратил сейчас целую кучу патронов. Я должен это все себе потом возместить. Так. Снаряга. 9-ти миллиметровый пистолет. Глупо сейчас брать, потому что у меня нет патронов. А вот 10-ти миллиметровые патроны у меня быть должны. Да, у меня их причем неплохое количество. Так. Навык взлома 27. Мы потеряли карму. Ой. Расчеты прибыли неинтересно. Ящик с боеприпасами. Бутылочная крышка. Прекрасно. Это металлолом. Мне не надо. Пустой. А, я попался, я попался. Схема пороховой завод. Забираем. Точнее, пороховой заряд. Нет. Надо металлолом, пепельница. Не надо. Нож, скальпель. Не надо. Так. Это что? Лист одув. Какое странное приспособление. Манометр, отходы электроники. Не надо. Нож, ядерная. Ядерная батарея. Надо. А, не надо было. Нет, 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 нет. А, ядерная батарея. Уходи прочь. Уходи. Я и так, я почти перегружен, друзья. У меня уже все. Я под завязку. Единственное, что мне сейчас нужно, так это патроны. Сундук. Тихо. Так, почти. Отлично. Пусто. Это был самый настоящий троллинг. Ментаты. Это мои ментаты. Все мое. Так. Ну, что у нас? Картер. Пистолет можно было бы и не забирать. Ключ от блока камер B. Ну, я уже взломал. Ну, что ж, давайте заберем. Если что, продадим. Ну, что. Тут наша миссия выполнена. С подрывниками в данном регионе покончено. Так. Тебя я облутал. Пойдем на вышку. Посмотрим, что нас ждет наверху. Мне нужны патроны. Особенно 9-ти миллиметровые. Мне их необходимо огромное множество. Ну, что за бардак. Крышки. Прекрасно. Огнетушитель. Гаечный ключ не надо. Идем вниз. Ох. Столько квестов, наверное. Но пуля в голове мне покоя не дает. Так. Тут туалеты. Тут у нас были не кислые такие разборки. Пойдем выше. И посмотрим, что у нас здесь. Винт. Ну, не надо. Это фигня какая-то. Ох ты. Ящик с боеприпасами. Отлично. 9-ти миллиметровый патрон. Плюс патрон для пистолета с глушителем. Нормально. Ящик пустой. Металлический ящик. Кружка пачка сигарет. Не надо. Все. Ничего интересного на это нет. Еще осталось пару вышек. Я не хочу ничего интересного пропустить. Потому что не зря я здесь всех выносил. Столько жертв. И все из-за одной ошибки. Ошибка их. Их вина в этом всем сумасшествии. Ничья больше. Нефиг разбрасываться минами. За все нужно отвечать. Ну, особенно они, как товарищи сидевшие. Они это должны очень хорошо понимать. За базар нужно отвечать. Ёпта. Так. Патроны забираем. Все. Больше ничего здесь нет. У нас тут товарищ. Ты стрелял из обычной в армии винтовки? Ах ты гад. Я думал, у тебя оптика. Ты так метко стрелял. Что тебе это не помогло. Ну что ж. Сейчас тогда пойдем к НКР. Попросим их быть шерифами. В городе Прими. Мне нужен торговец. У меня куча хлама, который мне необходимо сбагрить. Мне нужны крышки. И мне необходимы патроны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. В армии винтовка-то мне не нужна. У меня их так целый вагон. У меня в отличном состоянии моя собственная винтовка. Ну что. Пойдем. В Прим. Так. Информация. Карта мира. Идем в Прим. Да. Быстрое путешествие. Такс. Мне необходимо попасть к лейтенанту. Я уверен. Он с радостью согласится быть шерифом. Потому что. Просто территория достается на халяву. Причем не просто тупая непонятная территория. А с живыми людьми. С казино. То есть. Это деньги. Это торговля. Это еда. Это вода. Это оружие. Это власть. В конце концов. И это хорошо. Власть штука хорошая. Да. Особенно для лейтенанта. Безусловно. Так. Ну эти на меня товарищи не агрятся. Значит у нас все хорошо. У нас мир. Чики-брики. Да. Так. Прим крайне нуждается во власти закона. Мы знаем, что Прим стратегически важной точкой. Нам не безразличны нужды города. Но нам едва хватает сил, чтобы отбиваться от подрывников самостоятельно. Нам не хватает ни ружей, ни бойцов, чтобы выполнить свою работу. Не говоря уже о том, чтобы вести оборону города. Что вам нужно, чтобы взять город под защиту? Прежде всего нам нужны люди. Если бы у нас был еще один отряд, мы поставили бы в город Шерипа, не отрывая людей от нашей основной задачи. Охраны южной части трассы. Если ты хочешь, чтобы НКР заняла Прим под свою защиту, тебе нужно добыть для нас подкрепление. В этом может помочь Найт. Найдешь его в Мохавском экспрессе по ходу дела. Окей, попробуем. Вот вы... Вот все за вас делаю. Вообще, вот вы такие уроды, а. Так, аванпост Мохавы, мне необходимо туда попасть. Так, а что у нас за крушение в каньоне? Я потом вернусь, я обязательно крушение в каньоне, я посмотрю, что это такое. Давайте сейчас повыполняем квест. Мне нужен торговец. Ты торговец? Что это? Давай торговать. Ну, не хочешь, как хочешь. Сам такой. Да. Мне необходимо попасть к торговцам. Я уверен, что кто-то торгует. Либо Нэш, либо его жена. Которая тоже фамилия Нэш. Они либо в казино, либо в доме. Сейчас день, а не по-любому в казино. Так, и потом мне необходимо на аванпост. А он, наверное, там. Будет весело. Дорога будет дальняя. Я уверен, много чего интересного я там смогу найти. Что ж, сейчас мне нужен торговец. Это моя первоочередная цель. Разгрузить свое барахло. И у меня еще нет крыши над головой. У меня нет своего дома. Потому что в третьем Фоллауте дом дается. А в четвертом можно дом построить самому. Так. Ты кто? Ты житель Прима? Иди отсюда. Ты кто? Житель Прима? Иди отсюда. Так, житель Прима. Помощник Бигл. Давайте с ним поговорим. Так, я все еще ищу. Ты мне будешь должен, понимаешь? Я буду требовать безнаказанности в этом городе. Неприкосновенности. Так, Руби Нэш. Давай торговать. Ам, да. Где сам Нэш? Джонсон. Сам такой. Как я могу остановить законный порядок в Приме? В этом вопросе я разбираюсь не лучше тебя. Может быть ты начнешь с того, что на кого-нибудь с опытом работа шерифа наткнешься. Вроде бы одним из таких упал в тюрьму НКР. Это верх по трассе 15. Может он не лучший кандидат на эту должность, но шериф есть шериф. Нет, ребята. Это... НКР может также обеспечить порядок в городе, но мне кажется оружия у них не хватает даже для того, чтобы себя защитить. Я хочу распространять о твоей работе, есть что-нибудь о продаже. Наконец-то торговец. Давай. Так, военное обозрение. Эффект оружия плюс 10. Санкция, саспарила не буду продавать. Выживание не буду продавать. Так, патроны есть. 20 долларов. Что у меня такое тяжелое есть, что я могу продать? Оружие. Очень много оружия. 9-ти миллиметровые пистолеты. Давайте парочку продадим. В отличном состоянии оставим. Так. Эти продадим. Нет, 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 нет. Где ты? Ух, слава богу. Так, ты целый, ты не целый. Поломанный, все продаем. Все, один на вся. Для ремонта оставим. Пистолет, пулемет пока оставим. Бинокль. Так, аж может у тебя какое-то оружие есть? Смотрите, сколько карт у него. Карты нужны для игры. Карты, собственно. Почему бы не купить? Тем более у них веса нет. 9-ти миллиметровые патроны. Нужны. Забираем все. 9-ти миллиметровый пистолет повышенной мощности. Экспансивный. Беличи сухарики. Ладно, идем дальше. Варминт винтовка у меня максимальная. Такая. И три таких. Продаем три таких. Динамит! Наконец-то! Сколько продаем? Давайте десяток оставим. 34 продадим. Отлично. Стопэ. У тебя крышек мало, что ли? Так, 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 так. Я не понял. Ты куда дел мой весь динамит, а? 491 крышка. Динамит стоит 14. Так, 10. За 20 280. За 30 плюс 140. 208 плюс 140. 420. Так, 30 я могу продать спокойно. Так, окей. 488 крышек. Ну, давайте еще один динамит продадим. Окей. Все. Принимаем. Выходим. Посмотрим, как мы разгрузили. Так, мне пора. Так, давайте посмотрим, 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 что у меня по снаряжению. 175 из 210. Ну, я, по крайней мере, разгрузился. Это уже хорошо. Так, ну что ж, держим путь на аванпост в Махалы. Дорога будет дальняя. Давайте посмотрим, какой дорогой будет лучше идти. Информация, карта. Я здесь. Тут тупик. Сворачиваем и бежим. Да, по трассе. Тупо по трассе. Надеюсь, никого я там не встречу. А то мне уже хватило одной встречи с огромным скорпионом. Честно. Я и надолго запомню эту встречу. Надеюсь, здесь мин нет. Потому что поблизости нет ни одной живой души. В случае, если я наступлю на мину, на комбо я мог сорвать свою злость. А, аванпост, ты далеко. Ладно, пойдем. Будем держать ушки на макушке. У меня же есть винтовка. Она дальнобойная. Хоть она и беспонтовая, как вы сказали. Ну, куда деваться. Это лучше, чем пистолет. Особенно на дальних дистанциях. Ну, не то, что на совсем дальних, на чуть выше средних. Вот. Идем. Там, смотрите, две статуи, два мужика пожимают друг другу руки. Это, наверное, какой-нибудь солдат и мирный житель. Который принес мирный атом в этот мир. Стоп. Вы кто? Кто вы? Вы подрывники? Если да, то вы трупы. Тихо. Да, это враги. Преступник! С преступниками разговор короткий. Так, у этого холодное оружие. Что у тебя, друг? 9-мм пистолет. Вас пока двое. Где-то там еще был третий. Нет, третьего нет. Ну что ж, господа. Давайте аккуратно. Надеюсь, не запалят. Ох, как хорошо тебе сейчас войдет, товарищ. Могло бы войти тебе хорошо. Так. Смотрите, а тут вообще глухой. Откуда? Они зашли в дом. Там, наверное, в доме кто-то есть. И мне нужно спасать. Спасать, спасать, еще раз спасать. Соберем динамит. Динамитом можно нехило заработать денег. В кого он там стрелял? В кого ты там стреляешь? Я должен успеть спасти. Вдруг там невинные люди. Один труп есть. Ты кто? Преступник. Ну, ничего страшного. Одежда на немниковой тирана. Меня-то не интересует. Так, достаем старый добрый 10-мм пистолет. Идем в атаку. Сохранимся заранее. Ах ты! Так, тихо-тихо. Входим. Так, тихо, мадам. Так, одна готова. Вторая готова. Там на крыше был товарищ. Он в меня попал, падла. Ах ты! Ты запарил. Вот честно. Все, минус. Ну, эти после подрывников вообще дети малые. Бутылочная крышка. Винтовка ковбоя. Смотрите, она заряжается мощными патронами магнумовскими. 357-м калибром. Это круто. Отход, чищенная вода. Патрон забираем. Синцовая труба. Шашлык из игуаны. Оставь себе. Здоровье пополнишь. Так, и тебя я еще вынес. Чепчик. 10-мм патрон. 10-мм пистолет. Гильзу забираем. Пиво не надо. Оставь себе. Выпьешь за здоровье. Это какой-то полицейский участок, либо что это? Пост Невадского дорожного патруля. Да. Да. А, так мы по насекомым стреляли, что ли. Так бы сразу и сказали. Я бы не торопился. Раз богомол. Кузя. Два Кузя. Так. Там очень много кого-то. Там, я уверен, там богомолы. Просто много богомолов. Тихо. Тихо, тихо. Как все просто, а? Сейчас будет весело. Раз. Готов. Два. Два. Готов. Так. Так. Стреляем в правую руку. Потом стреляем другому в корпус. Ну что ж, поехали. Ах ты какой хитрый, а. Не уйдешь. От пули. Еще один товарищ. Замечательно. Так. Ну что у нас здесь? Гидра. Это наркота. Письменный стол пока не интересует. Верстак для снаряжения патронов. Разбор, разбор, разбор. Что бы мне сделать? Десятимиллиметровый пистолет. У меня капсюлей нет. У меня нет капсюлей, нет пороха, нет свинталона. Ладно, вы издеваетесь. Так много всего нужно. Ну что ж. Извлечение свинца из металлолома. Теперь я знаю, для чего нужен металлолом. Раньше я не знал. Теперь буду знать. Так. Гидра. Продать, наверное, можно. Заберем. Открываем. Друг. Крышка со звездой. Прекрасно. Мертвый старатель. Десятимиллиметровый патрон. Пистолет. Пулемет. Десятимиллиметровый. Шесть бубилаки. Девять червей. Гамора. Бутылочная крышка. Гильза. Грязная вода. Мачете. Спасибо. Не надо. Одежда наемника-уборщика. Ничего не надо. А. Наемника-борца. Как-то я оговорочку такую совершил. Так. Здесь у нас гальюны. Два штуки. Терминал. Не работает. Расчеты прибыли. Мне не надо. И все. Ну да. Что я еще хотел. Все пусто. Все украдено до нас. Стоп. А я гидрант осмотрел. А. Это не здесь был щиток. А. Стоп. Секунду. Секунду. Я в первую очередь к верстаку подошел. А. К пожарному крану он пустой. Блин. Как я. Ааа. Ладно. Окей. Я понял. Тогда посмотрим по карте. Где мы? А. Осталось совсем чуть-чуть. Сколько полицейских машин. Была бы хоть одна на ходу. Я бы сейчас пулей домчался бы. До. Аванпоста. Так. Тихо. 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 Снаряжение. Где? Была какая-то винтовка ковбойская. К. Л. М. 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 Угу. Десятимиллиметровые пистолеты. Десятимиллиметровый пистолет-пулемет. Это уже неплохо. Начинает кое-какое автоматическое все-таки оружие появляться. Вот винтовка ковбоя. Давайте посмотрим, что она из себя представляет. Ой, какая ты за... Афиг. О. Я с этой малышкой буду долго бегать. Что-то мне подсказывает. Там у нас заправка. Тихо. Кто там? Это кто? Древесный скорпион. Угай. Нет, 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 нет. Я пойду пока дальше. Потому что что-то мне подсказывает, с ним будет не так-то и просто справиться. Потому что я вспоминаю того огромного скорпиона. У меня до сих пор мурашки по коже. Вот просто до сих пор. Поэтому ну его впень. Я надеюсь, он меня не заметил. Заправка. Отлично. Пойдем на заправку. Тихо, не шуметь. Не пугать. Меня? Это кто? Ты кто? Что значит осторожно? У меня что-то... Что-то... Малый рад скорпион. Ой. Рад скорпиона тоже немалый. Ох. Кто там ходил? Мне это интересно. Давайте посмотрим. Кто бы это мог быть? Блин, куда ты идешь? Стой. Дикий гуль. На барабане. Он не один. Их двое. Процент попадания. Пятнадцать. Пока небольшой. Неплохо. Винтовочка-то хороша. Где второй гуль? Вот он ты, товарищ. Пять процентов попадания-непопадания. Ему вообще плевать. Да я ему головешку. Стрельгубная кормошка. Пачка сигарет. Ничего интересного. Гуль. Наконец-то попал. Потихоньку заряжаем. На что ты надеялся? У тебя никаких шансов. Отличные патроны. Эту винтовочку, наверное, надо приберечь. Тихо, это что было? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гигантский муравей. Как их много бежим! Стреляем. Стреляем. И убегаем. Потихоньку. Два шага назад. Выстрел. Чё, испугались, да? Готов. Где остальные? Где остальные, я спрашиваю? Где-то там. Ну что? Друг. Ох. Ой-ой-ой. Какая пуля. Ох. Сказка. Просто сказка. Отличная винтовка. Хватит заряжать. У нас тут опасность. Всё, готов. Ну хватит уже. Слоу-мошен убери. Ага, я патрон потратил впустую. Блин. Так, давайте перезарядимся. Так, винтовочка хорошая. Всё-таки калибр. Зачем я взял это мясо? Уйди. Хотя еда, она тоже нужна, потому что стимуляторы имеют свойство заканчиваться. Так, винтовочка хороша против всякой нечисти. Так, давайте попробуем посмотреть, что у нас на этой заправке. Сейчас сохранимся. И до аванпоста я всё-таки должен дойти. Мой путь. Тихо. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Ты меня не увидел, да? Ты меня увидел. Это ненадолго. Готов. Без хвоста остался ты. Ибо нефиг было агриться на меня. Я не прощаю. Так, давайте маленько подальше отойдём. Посмотрим. Где-то там ещё был скорпион. Рад скорпион. Это уже тварь побольше. Кто ржёт? Так, стоп. Этот меня заметил. Рад скорпион. Рад скорпион. Рад скор... Матерь васибис! Он здоровый! Блин, это жёстко! Это жёстко! Уйди от меня! Стреляй! Ах! Так, тихо. Минус два. Ещё двое. Вот он, он идёт один. Не подпускаем его к себе. Ни в коем случае. Он сдаёт задний ход. Он застрял в текстурах. Мне это на руку. Пожалуй, тебе. Наконец-то попал. Патроны просто тают, как масло. Как снег под палящим солнцем. Недовитая железа Рад скорпиона. Отлично, заберём. Нам приготовят вкусные харчи. Так, надеюсь, я со всеми разобрался. Забираем железу. Ещё один Рад скорпион. Больше зато нет. Иди сюда. Блин, я не догадался перезарядиться заранее. Моя ошибка. На будущее буду знать. Он хитрый. Он не идёт напрямую. Он очень хитрый. Смотрите, какой он. Хвост поднял. Опустил. Сейчас я тебе... Ах ты, сволочь. Скорпионская. Ты-то куда идёшь? Оружие стало очень плохим. Да, надо его чинить. У меня есть ремнаборы. Только как их применять, я не знаю. Не знаю, как их применить. К сожалению. Так, это что у нас там шевелится? А, это сорока. Скорпион, я Саб-Зеро. Давай поговорим с тобой. Нептонская дорожная стоянка. Наконец-то. Ваше Величество соизволило выйти. О-о-о-о. Красота. Так, не пугай меня. Последователь Брайта. Микроядерная батарея. Лазерная винтовка. Здравствуй. Так, микроядерная батарея забираем. У меня ещё появилась лазерная винтовка. Тихо. Я напугался. Какие же эти скорпионы жуткие, я вам скажу. Столько жути нагоняют. Так. Здесь новый канан. Тем не менее. Так, ящик. Санцет соспарило. Прекрасно. Ещё соспарило. Я перегружен. Давайте выпьем несколько бутылочек. Помощь. Всё, теперь я могу бежать. Бутылочные крышки добавлены. Так, здесь у нас двери заколочены. Можем войти сюда. Что ждёт здесь нас, я не знаю. Так, стоп. Винтовка ковбоя. 14 урон. Урон в секунду. 28. А лазерная винтовка. Ох ты. 11. Урон в секунду. 40. Но за счёт скорострельности. Опять же. Так. Где мой старый добрый 10-мм пистолет? Достаем. Сохраняемся. И заходим в дом. Так. Тут пусто. Врагов нет. Дрожжи. Ну зачем они мне? Дрожжи, дрожжи, дрожжи. Разная. А, Б, Б, Г, Д, Дрожжи. Уходи. Не надо. Я их сбросил. Или я их вообще уничтожил. Готовый обед. Жевательные постилки себе. Забери мука. Не надо. Ничего не надо. С боеприпасами ящик. Прекрасно. Батареи ядерные. Здорово. Оружейный шкаф. Заперто средний. Требуется навык взлома 50. Кассовый аппарат. Бутылочная крышка 40. Довоенные деньги 3. Не надо мне довоенные деньги. Дневник мэра Стайна. Так, стоп. Крышечка. Добавлена заметка. Догадались, кому повезет. Так, информация разная. Догадались, кому повезет. Я едва верю в такую удачу без преувеличения. Просто божья благодать. Буквально только что ко мне заходил весьма настойчивый молодой человек, который назывался мистером Лисом. Да-да, конечно. Ну, в скобочках. Типа, я ему не верю. Когда мы остались в кабинете одни, он сообщил, что принадлежит к легиону Цезаря. Он в курсе, что в Ниптоне бывают и бойцы НКР, и подрывники. Оказывается, легион терпеть не может ни тех, ни других. НКР по очевидным причинам. А подрывники, выясняется, вступают в стычки с разведотрядами легиона по эту сторону реки. В общем, он хочет устроить им показательную порку. Мне не пришлось думать ни секунды. Я принял предложение мистера Лиса. Все, что от меня требуется, подбить бандитов ночью, захватить бойцов-заложники. Когда обе группы будут в городе, легионеры сделают свое дело. Ха! За эту простую работу мне предложили 8000 крышек. Я мог бы прямо сейчас возвратиться домой в НКР, но кто знает, вдруг я смогу еще что-нибудь вытянуть у этого прихвостня легиона. Надо бы найти пустую хибарку между Ниптоном и Мохавским аванпостом. Так, понятно, понятно. Ищем хибарку. И сложить там кое-какие припасы на случай, если я решу поспешить домой. Захватывающе. Подписано твердой рукой на клавиатуре. Супермер Джозеф Стайн Третий. Так, все понятно. Нужно будет поискать домик. Макароны с сыром. Сами ешьте. Ненавижу макароны. Особенно с сыром. Ненавижу сыр. Так, снаряжение. Так, снаряга, оружие. Так, давайте посмотрим, что из себя представляет лазерная винтовка. Ой, какая она красивая. Жаль, патронов маловато. Так, домик, домик, домик. Ищем домик. Меня всякий шум не устраивает. Рядом вокруг он меня пугает и настораживает. Так, что тут у нас? А, это, наверное, твое барахло здесь. Ящик с боеприпасами, истощенная малоэнергетическая батарея, патроны 22-го калибра, топливо для огнемета. У меня есть огнемет. Я про это совсем забыл. Еще ящик с боеприпасами, 5,56. Ох ты, магнумовские патроны, целых 12 штук для моей ковбойской винтовки. Что уже неплохо. Так, будем держаться ближе к трассе, чтобы не появились вонючие муравьи. Мне они вообще не нравятся. Так, остался небольшой участок дороги. Совсем чуть-чуть осталось до аванпоста. Вообще. Копейки. Так, а это что такое? А, это, да. Это шериф. Так, задание. Город, который мне нравится. Да. Снаряжение, снаряжение. В общем, осталось совсем чуть-чуть. Что-то мне подсказывает, что это будет не совсем простой путь до аванпоста. Я не знаю что, но сомнения появились. Так, тихо. Давайте сохранимся на всякий случай. Санкция соспарила, действие закончилось. Да черт с ним. Где-то тут там домик где-то должен быть. Небольшой. Идеальное место для засады на самом деле. Смотрите, вот на гребне отлично стрелков поставить. Да и все. Да и в принципе здесь где-нибудь кого-нибудь стоят. Здесь достаточно просто взрыв пакетов подоставить. Чтобы, допустим, колонна так зашла. Сразу же сзади один взорвали, спереди взорвали, чтобы дезориентировать противника. Ну, либо жертву посередине. И все, пошел обстрел. Это будет самая настоящая кровавая баня. Просто истребление. По-другому не назовешь. Так, поднимаемся аккуратно. Сохранимся еще раз. Потому что мне очково. Пуля в голове, она по-разному действует. Иногда проявляются резкие приступы агрессии. А иногда и инстинкт самосохранения. Ой, сколько байков. Ох. Так, смотрите, это памятник-то свежий. Здесь товарищ у нас в крутом обмундировании. И, видимо, НКР. Ой. Ты меня напугал. Ты понимаешь, что ты меня напугал. Уровень шестой. Аллилуйя. Так. Энергооружие 32. Почему-то у меня все зависло. Все. Развисло, слава богу. Взлом 25. Бартеры 25. Выживание 17. Красноречие. Медицина. Наука. Оружие. Скрытность вообще. Чем выше навык скрытности, тем легче вам спрятаться. Что-то украсть или залезть кому-то в карман. При успешной атаке с использованием этого навыка вам автоматически зачисляется критическое попадание. Да. Оружие 37. Все-таки мне хочется маленько скрытность прокачать. Но, блин, взлом, взлом, взлом. И еще раз взлом. Полезная штука. У меня сколько? У меня 15 очков. Давайте пятерочку потратим на оружие. Обязательно просто. Пятерочку. Пятерочку. Может на красноречие? Ну, здесь косяк красноречия в том, что... Здесь навыки. Вообще косяк навыков в том, тупо несколько стадий. 25, 50, 75 и еще сколько-то. Ну, это глупо, ребят. Так. Так, 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 так. Красноречие. Насколько это важный навык? Не знаю. Наука, наука, ремонт. Энергооружие. Так, так, так. Давайте все-таки взлом вкачаем до 30. И красноречие так уж и быть. Нет, 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 нет. Медицину. Определяя, сколько очков здоровья вы восстанавливаете при использовании стимулятора, а также эффективность РАД-Х и антирада. Это мастхев. Просто мастхев. Все. Далее. Отлично, я могу выбрать способность. Быстрая перезарядка. Так, пойдем уже на шестого уровня. Беззаветная преданность. Сила вашей личности вдохновляет спутников на беззаветную преданность. Когда ваше здоровье падает наполовину, спутники на время получают прибавку к сопротивлению урону. Неплохо. Дуэлист. Ваша меткость в АЦ при стрельбе из пистолета или сходного одноручного оружия значительно увеличивается. Кладоискатель. Способность кладоискателей вы будете находить в ящиках значительно больше бутылочных крышек, чем без нее. Ах, отличный навык. Кровавая баня. При взятии способности. Кровавая баня. Ваши жертвы зачастую взрываются. Кроваво-красным фаршем. В месиве кишок. Круто. Да, и вы наносите 5% дополнительного урона любым оружием. Неплохой навык. Свинцовое брюхо. Так, вы получаете на 50% меньше радиации всякий раз, когда потребляете радиоактивную пищу или воду. Стойкость. Способность. Стойкость усиливает защиту, давая плюс 3 к общему порогу урона. Это отличный навык. Эту способность можно выбрать и во второй раз. Получите еще одну прибавку в 3 очка. Ребят, ну смотрите как тут много. Прилежный ученик 2. С каждым уровнем способности прилежный ученик вы получаете дополнительно 10% к общей сумме очков опыта. Всякий раз, когда они начисляются. То есть я получаю на 10% больше опыта. Тренировка. Добавить 1 очко к любому из параметров special. Это крутая штука. Тоже. Так, что выберем? Крышки, кровавую баню. Но 5% прироста к урону тоже неплохо. Хорошая память. Это нам для чтения. Кстати, убежденный холостяк. В бою с противником мужчиной вы наносите на 10% урона больше. А в небо у вас иногда появляются уникальные реплики в разговоре с собеседником того же пола. Так как большинство моих врагов из людей это мужики, я выберу убежденный холостяк. Да, только один навык. Что ж, 10% урона это хорошо. Сержант Калбор. Идешь с севера, только у психа хватит храбрости ходить нынче по этим местам. Что это за место? Аванпост. Махавский аванпост. Наблюдаем за всякой ерундой и попутно служим караван-сараем. Молодцы. Караваны останавливаются ненадолго и ждут удачного момента, чтобы продолжить путешествие на север. Или ждут, когда там им рассчитят путь. Похоже, тебе довелось попутешествовать. Так что, если хочешь встряхнуть пыль, направляйся в казармы. Там есть бар. Не супер, конечно, но это все же лучше, чем ничего. Есть какая-нибудь работа? Что это за статуи? Давайте спросим сразу к делу. Есть какая-нибудь работа? Нет, не знаю. Но ты идешь с севера, значит, уверенно себя чувствуешь на пустошах. Загляни в казармы. Может, у кого-нибудь найдется для тебя поручение. Осторожно, если будешь подниматься на крышу. У нас там снайпер. Следит за дорогой. Если тебе требуется починка, стоит зайти в штаб и поговорить с майором Найтом. Он может помочь. Понадобится, конечно, ручка и цистерна чернил. Что это за статуи? Эти две символизируют объединение. Тень дают. Но если сюда заявляется легион, прок от них мало будет. Я пойду. Значит, все. Сам такой. Память объединению. В 2271 году на этом месте пустынные рейнджеры Невады и рейнджеры Новой Калифорнийской Республики. А, это пустынные рейнджеры. Подписали соглашение об объединении. По этому соглашению пустынные рейнджеры влились в состав армии НКР. А НКР обязались защищать дамбу Гувера Нью-Вегас и Южную Неваду от сил легиона Цезаря. Но хреново они справляются с этой задачей, я скажу вам. Отлично. А ванпост. Я дошел. Мне нужно сбагрить свой товар. Ух ты, смотрите, с корова. Ты кто, друг? Бродячий торговец. Давай поторгуем. Давай, давай торговать. Сколько у тебя крышек? У тебя много крышек. Сколько патронов? Отлично, отлично, отлично. Так. Приступаем к продажам. Десятимиллиметровые пистолеты я оставляю, я их починю. Хотя они мне нафиг не нужны. Динамит. Мне надо продать динамит. А, Б, В, Г, Д. А где Д? А вот динамит 15. Продаем вот столько, оставляем вот столько. У меня тем более еще гранаты есть, поэтому не страшно. 340 крышек у нас. Насколько я сейчас облегчил свой рюкзак, я не знаю. Револьверы, Магнумы я могу починить. Хотя смысл, у меня здесь 10-миллиметровые пистолеты. Магнум патроны я лучше все-таки оставлю для винтовки ковбойской. И как раз мне крышки понадобятся, чтобы ее отремонтировать. Сикач, уходи. Старый 10-миллиметровый пистолет продавать не буду. Широкий мачете продавать не буду. Пистолет с глушителем тоже не буду. Так, гранаты. Однозарядное ружье. 20-й калибр. В принципе, штука тоже полезная. На всякий случай пусть будет. Метательное копье. Вес 30-миллиметровый пистолет. Уходи. Все, копье. Ты мне не нужен. Хотя копье не издает шума, между прочим. У меня есть огнебет. Это круто. Динамит с длинным запалом. Динамит 9 штук. Винтовка ковбоя. Вармит винтовки. У меня так. Полностью. Есть. Блин, вармит винтовки беспонтовые. Они стреляют у нас чем? 5,56. Калибр. Пока оставим. Пока оставим. Деваться некуда. Продадим. Одну винтовку, другой оставим. Про запас. Пистолет-пулемет. И 9-миллиметровые пистолеты. У меня столько всякого хлама и барахла. Просто нереально много. И мне все жаль продавать. Я жадный. Так, 9-миллиметровые пистолеты. Давайте впарим. Потому что весь это не... Ну и весь это не совсем немного, кстати. Так, оружие, костюм, мотоциклетный шлем. Бронежилет. Так, броня подрывников. Забирай. Нафиг я с собой таскаю. Случайно взял. Забыл сбросить. Кожаная броня. Не надо. Комбинезон убежища. 21 пусть будет. Память. Дорога. Бронекостюм. Убежище 13. Обалдеть. 15 весит. О, защита неплохая. У меня 12, этого 8. Пока оставлю. Солнечные очки продаем. Шлем бойца. Шлем с очками. Шлем хотя бы дает нам защиту. Мотоциклетный шлем можно продать. Так. Давайте посмотрим дальше. Помощь. Санцет Сапарила. Всякие бафауты. Кореглазы. Всякая ерунда. Перец халапенью. Иди ты в пень. Хотя веса вообще копейки. Да нафиг вы мне нужны. Плод феррокактуса. Нафиг. Ремонтный набор оружейника оставим. Рикошет все это оставим. Столсбой оставим. Стимуляторы. Супер стимулятор. Цветок брока. Уходи. Хотя весит копейки. Может даже не продавать. Целебный порошок оставим. Ягода послена. Уходи. 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 Так. Разное. Отходы электроники. Уходи. Гильзы оставляем. Дневник мэра ставим. Оставляем. Довоенные деньги. Продаем. Хотя они нисколько не весят. Ладно. Оставим. Заколка ничего не весит. Будем продавать то что весит. Медицинская шина. Пока оставлю. Штука редкая наверное. Пустой контейнер с под топливо. Для огнемета. Оставлю таймер. Оставлю точильный камень. Оставлю. Не он тоже только один раз попался. Поэтому пускай будет. Я его забрал между прочим у безрукого Джо. Это мой трофей от него. Недовитая железа. Оставлю. Боезапас. Снаряга. А. Ну это все в целом. Так. Давайте посмотрим по оружию. У тебя как обстоят дела. 10 мм пистолет. 9 вармент. Винтовка. Динамит. Метательное копье. Сикач. Лазерный пистолет. Гра. Что значит гра? Я не понимаю. Нож. Плазменный защитник. Ух ты. Трехлучевая лазерная винтовка. Стоит как сбитый Боинг. Так. Костюмы. Кожаная броня. Старая ковбойская шляпа. Ничего интересного. Помощь. Перец. Халапень. Всякая фигня. Стимуляторы. Заберем. Я сейчас в них нуждаюсь. Разные. Ух ты. Увеличенный магазин. Смотрите. Шести зарядный барабан для охоты. Так. Ох ты. Смотрите. Так это дополнение. Gunrunners Arsenal. А. Гра. Вот она что. Увеличивает боекомплект. Плюс один. Блин. Крутая штука. Но дорогая. Гильза. Заколка. Изолента. Кленовая ручка для бейсбольной биты. Не надо. Улучшает состояние. Плюс пятьдесят. Магический ускоритель для ПВ пистолета. А. Магнитный. Тьфу ты. Не та игра. Я перепутал со Скайримом просто. Магнитный ускоритель для пистолета пулемета. Увеличивает скорость плазменного заряда. Крутая штука. Увеличенный магазин для 12.7 пистолета пулемета. Удлиненный ствол для 25 миллиметров. Ух ты. Это для какой-то снайперской винтовки. Улучшенный затвор для крупного какого-то дробовика. Либо винтовки. Это что такое? Усиленная цепь для потрошителя. Видимо для бензопилы. Ну, ребят. Мне пока этого ничего не надо. Это дорого. Так. Мне нужны патроны. Гранаты. Прочая ерунда. У меня 40 миллиметровые гранаты. Поэтому. Нафиг. 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 Патрон 12 калибра. Нет. Мне магнумовские нужны. Магнум есть. 22 ЛР не нужны. Это, наверное, дозвуковые пули. Так. Энергетическая батарея. Ядерный выстрел. Большой ребенок. Ух ты как. Да. 3.57 нет патронов. Ну что ж. Давайте хотя бы купим энергетические батареи. Ну, в принципе, все. Принимаем. Хоть сколько-то патронов, да, появилось. Лучше, чем ничего. Итак. Я дошел до аванпоста Мохавы. Либо как он правильно называется. Давайте глянем. Аванпост Мохавы. Да. Так он и называется. Что, друзья. Давайте на этом моменте серию мы закончим. Потому что был позади огромный путь проделали. Загасили кучу скорпионов. Много чего было интересного. Но все равно самая такая удачная находка была. Это все-таки я забрал у бандитов винтовку ковбоя. Которая стреляет патронами магнумовскими 357 калибра. И вполне неплохая штука. Плюс еще вместимость. 7 патронов в нее вмещается. Это круто. Поэтому, друзья. Спасибо вам за просмотр. С вами был Гнус Саввы. Летсплей на этих пустошах. Счастья, добра и здоровья вам всем. Увидимся в следующей серии. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok